На следующей неделе страна отметит главный исторический праздник. В Люберцах уже царит атмосфера Дня Победы. В округе чествуют ветеранов, проводят патриотические акции, устраивают торжественные встречи. Во Дворце культуры состоялся большой праздничный концерт. Жители округа поздравили представители власти и лучшие творческие коллективы. В фойе Дворца культуры словно запустили машину времени и оказались в 1945 году, когда впервые прозвучало заветное слово «Победа». Заслуженному ветерану Роскосмоса Виктору Трандрову тогда было всего 4 года. Но он отчетливо помнит тот самый знаменательный день. Это был грандиозный праздник. Погода была изумительная. Я в трусах, в майке, и нас на самолете катали, на машинах катали, мороженого угощали. Все бегали, целовались. Мама уткнулась в подушку и плачет. Я говорю, мамочка, что ты плачешь? День Победы. Говорит, день Победы. А папа твой в 1941 году под Москвой погиб. А ты на его место родился. Не зря 9 мая называют праздником со слезами на глазах. Победа досталась слишком дорогой ценой – жизнью 27 миллионов людей. Во время войны более 50 тысяч люберчан ушли на фронт. Почти 18 тысяч не вернулись с полей сражений. 77 лет назад майскими короткими ночами от Грюне закончились бои. Этот месяц для ветеранов войны самый тяжелый. Потому что невольно, они говорят, где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои. Чем дальше уходит от нас Великая Отечественная война, тем меньше их остается. В этом году Совету ветеранов городского округа исполнилось 35 лет. На момент его создания в Люберцах проживало 12 340 участников Великой Отечественной войны. Сегодня осталось 54. Дорогие ветераны, тыловики, фронтовики, те, кто восстанавливал разрушенную войной страну. День Победы – великий праздник, объединяющий нас всех. Мы гордимся тем, что можно встретить этот великий день вместе с вами. Я очень признателен и от всех молодых людей говорю огромное спасибо вам за ваш труд, за вашу добрость, за вашу честь. Желаю вам крепкого здоровья, всем вам желаю мира над головой. 77 лет отдаляет нас от Дня Победы. Но радость от этого события до сих пор живет в сердцах людей. Для главных героев этого праздника и для жителей округа со сцены Дворца культуры прозвучали знаменитые песни военных лет, знакомые каждому поколению. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!